Совещание по актуальным вопросам национальной безопасности секретарь совбеза Николай Патрушев начал с особенно волнующих тезисов противодействия внешнему деструктивному информационному и идеологическому воздействию на российское общество. Важное направление обеспечения национальной безопасности – защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры, укрепление суверенитета страны в информационном пространстве, что в последнее время делать приходится в усиленном режиме. В условиях масштабной цифровизации современного общества США и ведовые ими западные союзники в целях глобального доминирования, используя широкий спектр информационных ресурсов, стремятся навязать свои неолиберальные ценности. В социальных сетях и мессенджерах особо с началом специальной военной операции начались так называемые вбросы с целью дискредитации российских вооруженных сил для провоцирования паники под ложными предлогами. Например, сообщения о второй волне мобилизации или же псевдоаналитические размышления некоторых блогеров о ситуации на Украине. Подконтрольные западу медиаструктуры тоже активно вовлечены в негативную пропаганду протестных и сепаратистских настроений. Сегодня в нашем обществе происходят серьезные социальные, политические и коммуникационные преобразования, которые вызваны геополитической напряженностью, проведением специальной военной операции и растущим влиянием интернета. В борьбу на информационно-пропагандистском фронте против России вовлечены все силы и средства наших противников. Считаю, что должна быть повышена ответственность владельцев публичных страниц за размещаемую информацию, в том числе комментарии. Думаю, что дополнительное регулирование этого аспекта позволило бы нам более эффективно справляться с задачами по недопущению распространения фейковой либо антигосударственной информации в социальной сети. Особенно подвержены восприятию негатива и деструктива молодежи, поэтому первая задача оградить и научить отделять зерна от плевел. Параллельно активизируются меры по пресечению пропаганды терроризма и экстремизма, повышение правовой грамотности населения. Следует разработать и реализовать программы, направленные на поддержку научных и социальных проектов по противодействию деструктивной идеологии и фальсификации исторических фактов. Из виртуального в реальный мир. На прошлом совещании Совета безопасности в Казани обсуждались методы улучшения качества жизни в селе, повышение демографии, и уже сейчас постепенно запущенные программы реализуются, а значит плоды сегодняшних инициатив тоже долго себя ждать не заставят. Во время визита Николая Патрушева состоялась также трехсторонняя встреча между секретарем Совета безопасности Российской Федерации, полномочным представителем президентов ПФО Игорем Комаровым и губернатором Ульяновской области. Стороны обсудили меры безопасности прохождения весеннего паводка в регионе, а также вопросы, связанные с загрузкой производственных мощностей промышленных предприятий Ульяновской области. Ярким примером служит Авиастар. Гости познакомились с работой поточной линии сборки самолетов Ил-76МД-90А и с современными технологиями производства, которые позволяют снизить трудоемкость производственных процессов. Ил-76МД-90А получил усиленное крыло и шасси, новую силовую установку и цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией. Эти и другие улучшения позволили увеличить дальность полета и полезную нагрузку, повысили безопасность самолета.